Приветствуем всех, кто смотрит данное видео. Сегодня мы расскажем вам о важных изменениях в таможенном законодательстве Российской Федерации, которые вступают в силу с 1 апреля 2024 года. Рассмотрим подробнее актуальные для России строки из данной таблицы, касающиеся утильсбора. К примеру, вы приобрели электромобиль Tesla 2023 года выпуска, категория до 3 лет. Неважно, используете ли вы ее в личных целях или продадите сразу же, вы оплатите утильсбор в 3400 рублей. В категории от 3 до 5 лет, купив, к примеру, Audi e-tron 2021 года, вы оплатите как в случае личного использования, так и в случае продажи автомобиля до истечения 12 месяцев его использования в 5200 рублей. В этом существенная разница между электромобилями и автомобилями, которые используют в качестве топлива бензин. Здесь большую роль в определении цены играет объем мотора. К примеру, купив автомобиль Chevrolet Equinox 2023 года объемом 1,5 литра в категории до 3 лет, вы оплатите утильсбор 3400 рублей, в том случае, если используете автомобиль в личных целях и не продаете его в течение 12 месяцев. Однако, если вы решите продать ее до истечения 12 месяцев или сразу же после покупки и оформления, то вам придется отдать за утильсбор уже 306 тысяч рублей. Рассмотрим тот же объем мотора 1,5 литра в категории от 3 до 5 лет на примере Honda Civic 2020 года. Здесь вы оплатите 5200 рублей, если используете автомобиль в личных целях и не продаете его в течение 12 месяцев, и 528 тысяч 800 рублей, если продаете до истечения 12 месяцев использования. Перейдем к автомобилям с объемом 2 литра. В категории до 3 лет возьмем для примера автомобиль Volvo XC90 2024 года выпуска. Утильсбор составит также 3400 рублей, если автомобиль будет в личном пользовании год. И так же, как в предыдущем примере, 306 тысяч рублей вам придется отдать, если вы планируете продать автомобиль до истечения данного срока. В категории от 3 до 5 лет с объемом 2 литра возьмем для примера автомобиль Acura RDX 2021 года. Утильсбор составит так же, как и в предыдущих примерах, 5200 рублей, если автомобиль будет в личном пользовании год. И так же, как в примере с объемом 1,5, вы отдадите 528 тысяч 800 рублей, если продадите автомобиль раньше года использования. Рассмотрим примеры с объемом двигателя 2,5 литра. Возьмем автомобиль Toyota Highlander 2023 года в категории до 3 лет. Здесь мы заплатим утильсбор 3400 рублей, если пользуемся им лично в течение 12 месяцев, и 844 тысячи 800 рублей, если продаем до истечения этого срока. В категории от 3 до 5 лет с таким же объемом 2,5 литра рассмотрим на примере автомобиля Toyota Sienna 2021 года. Здесь наш утильсбор составит 5200 рублей, если пользуемся год в личных целях, и 1,279,000 рублей, если продаем раньше указанного срока в 12 месяцев. Перейдем к 3-х литровым двигателям. Категории до 3 лет возьмем для примера BMW X6 2024 года. Утильсбор за него составит 3400 рублей, если пользуетесь год в личных целях. Если вы продадите раньше года, утильсбор придется оплатить 844 тысячи 800 рублей. В категории от 3 до 5 лет рассмотрим 3-х литровый BMW X7 2020 года. Здесь утильсбор для личного пользования составит 5200 рублей, если вы пользуетесь им год, и также 1,279,000 рублей, если продаете автомобиль раньше 12 месяцев использования. Автомобиль до 3-х лет российская таможня будет оценивать по своей тарифной сетке. К примеру, даже если вы купили автомобиль за 20 тысяч долларов, таможня может оценить ее в 40 тысяч долларов, и от этой суммы будет рассчитана оплата. Данными изменениями государство подталкивает к тому, чтобы граждане либо покупали новые машины на территории России, либо пополняли государственную казну, если автомобиль куплен за рубежом. Остались вопросы? Свяжитесь с нами по контактам, указанным под видео. Благодарим вас за просмотр!